3,5 миллиона рублей. Такую сумму задолжал жительница Новосибирска автосалон, продавший ей неисправную машину. Транспорт женщина вернула, а вот деньги ей возвращать уже два года никто не спешит. В истории разбирался Дмитрий Белькевич. Примерно два года назад наша съемочная группа уже была здесь, в автосалоне на улице Никитина 174 в Новосибирске. Назывался он тогда по-другому локо-авто, а поводом для визита были жалобы жителей региона и гостей областной столицы на то, что им при покупке автомобиля навязали кабальные условия кредитования. Несколько договоров купли-продажи мы тогда смогли расторгнуть, но не все истории были преданы огласке, как, например, история жительницы Новосибирска Анастасии. И эта история закончилась для нее пока не самым благоприятным образом. Сейчас в здании, где располагалась компания локо-авто, по документам, значащиеся как ООО «Тайга», другой дилер. Никаких претензий к его работе нет, все чисто. Но налет негатива от предыдущего арендатора остался. Недовольные покупатели до сих пор приходят с жалобами. Приходят те машины, которые покупались у них, то есть приходят, ну как они говорят, что обман был по кредитным сделкам и так далее. Много таких людей? Ну сейчас нет, меньше и меньше. Когда мы переехали сюда в июле, получается, 22-го года, такие люди приходили почти каждую неделю. Поначалу и Анастасия также приходила. В ноябре 20-го купила японский паркетник в кредит. Наличных не было, нашла только 100 тысяч на первоначальный взнос. А на стоимость машины и процент самого займа накинули доп. услуг на круглую сумму. Помимо всего прочего, в договор были включены страхование жизни, сертификат автопомощник и защита прав трудящихся. О которых я узнала после спецсоциания денежных средств через несколько дней. Приезжая в салон, я говорю, откуда вообще это все? И сумма кредита увеличилась на 336 тысяч. Они такие, вот вы все можете вернуть. Но ничего вернуть так и не удалось. Оказалось, что фирма, якобы оказывающая эти услуги, пустышка. А спустя несколько дней выяснилось еще и то, что машина неисправна. Обратилась с претензией, но толку было мало. А потом обратилась к юристу. Звонила я и юрист. Они наотрез отказывались всячески сотрудничать. Сказали, идите в суд. И все. Разговор окончен. Пять дней отъездила. Мы сразу с юристом ее оставили на ответственное хранение. С Никитиной 174. Ну и практически все эти два года она стояла там. И все эти два года Анастасия, многодетная мать-одиночка, врач по профессии, ежемесячно платит по кредиту 45 тысяч рублей. И налог за машину тоже, ведь на учете транспорт значится на ней. Несмотря на то, что есть вступившие в силу решение суда о взыскании стоимости машины и крупного штрафа в полтора миллиона рублей, никто деньги Анастасии так и не вернул. А машину перевезли на стоянку в другой конец города, где она пылится в ангаре. Я бы не сказал, что перспективы извлечения денег нет, но все очень сложно. Потому что, вероятнее всего, нужно будет уходить в процедуру подачи заявлений о банкротстве юридического лица, просматривать сделки, которые юридическое лицо за последние три года проводило, возможно, какие-то сделки оспаривать и так далее. То есть, таким образом деньги извлекать. То есть, физически суммы, насколько мы понимаем, на счете сейчас у них этой нет. Исполнением решения суда занимаются новосибирские приставы. Они так прокомментировали ситуацию. С досудебными приставами проводится полный комплекс мер, предусмотренный федеральным законом об исполненном производстве, а именно направлены запросы в учетно-регистрирующие органы с целью установления имущественного положения должника. Осуществлен выход по месту регистрации юридического лица. А также в настоящее время проводится работа по установлению местонахождения, места проживания директора юридической организации должника. Юристы предлагают и другую схему – продать задолженность другой организации, проще говоря, коллектора. И кто в этой схватке победит, покажет время. Только вот сумма уступки такого требования будет небольшой, и это будет скорее попыткой получить с паршивой овцы хоть шерсти клок. Меж тем, схема, по которой работают такие организации, как ООО «Тайга», стара и известна многим. Подобные компании привлекают клиентов низко ценой и наличием автомобиля. Он так сообщает, что автомобиль не с наличием. Но при этом основная цель – это заполучить клиента к ним в офис. Дальше начинается уже так называемое окучивание. Начинает наседательный клиент, так и говорит, что вот, подпиши договор. Ну, чаще всего это обычное автокредитование, причем под очень большой картой. И автомобиль, который у них говорили, что есть, возможно, что его еще и нет. Необходимо ввести при заплату. И в целом это все очень сильно напоминает такой, знаете, лохотроп. Эксперт рекомендует обращаться только к официальным, а не к серым дилерам. Мол, лучше переплатить, но жить спокойно. Ну, а Анастасия ждет, что после того, как об ее истории услышат, в компании кто-то зашевелится и деньги вернут. А потенциальных потерпевших станет меньше. Дмитрий Белькевич, Валерий Павлов. Новости ОТС.